Когда большие предприятия и агрохолдинги поддерживают села, это очень хороший знак, это означает, что села будет продолжать жить. Выкупить землю, нанять рабочих и заняться фермерским хозяйством в родном селе. Мечтает после окончания аграрного вуза Андрей Нинашев. Но это скорее исключение, чем правило, все-таки львиная доля молодежи рвется в город. Причина проста, ни медицины, ни инфраструктуры во многих селах нет. В магазинах нет электронной системы оплаты, хотя уже давно такое пора иметь, что постоянный перебой с водоснабжением, электроснабжением. Однако бонусы от сельской жизни все же есть, и о них на форуме АТР рассказывали эксперты площадки «Агропрорыв». К уже привычным земский фельдшер, доктор и учитель в последние годы добавляются и другие программы. Сейчас очень активно обсуждается на федеральном уровне появление подобных программ в сфере культуры и спорта, то есть чтобы у нас появился сельский работник культуры, сельский тренер. Любая семья в селе может рассчитывать и на льготную ипотеку по 3%. А вот если развивать туристический бизнес, строить гостевые дома, прокладывать туристические маршруты, то можно воспользоваться грантовой поддержкой от Минсельхоза. Ее размер от 3 до 10 миллионов рублей. Я действующий предприниматель. Когда меня спрашивают, сколько у меня видов бизнеса, я всегда говорю 7. Площадка для юных бизнесменов. Десятки участников со всей Сибири. Краевые и федеральные эксперты страны делятся лайфхаками по развитию бизнеса. 19-летний парень из Куландинского района Иван Раздобалин уже 8 месяцев занимается своим делом – розничной торговлей. Говорит, площадка о бизнесе помогает укрепить предпринимательскую жилку. Самый большой плюс на данный момент я вижу в том, что принимают участие эксперты, специалисты достаточно большого уровня регионального. И они, в общем-то, очень открыты к сотрудничеству и к общению, делятся активно контактами. Формулу уже для себя успеха вывели? Да. С самого начала бизнеса. Я работаю без выходных и забыл, что такое сон. По словам ведущих федеральных экспертов, у современной молодежи, несмотря на все ограничения и санкции, стало больше возможностей, особенно в некоторых сферах. Все, что связано с экологией на сегодняшний день, потому что глобализация и правительства Российской Федерации, соответственно, и конкретных регионов, она так или иначе направлена на экологизацию. То есть это и переработка, и сбор, и так далее. Здесь 100% очень много еще не заполненных ниш. Вторая история – это то, что связано как раз с производством, импортозамещение товаров, которые есть. В том числе и это еда, в том числе и одежда. И здесь тоже перспектив очень много. Ну, ушли всем известные бренды. Но если у молодых возможностей только прибавляется, то у действующих предпринимателей сложностей хоть отбавляй. Есть сырье или комплектующие, которые делались за границей. Понятно, что сейчас российское производство будет переориентировано и какое-то время все равно понадобится. Ну, не закрываться же предпринимателю совсем, да, если он даже от этого звен. Поиск аналогов в России займет какое-то время. А время может быть фатальным, говорят наставники. Конечно, они надеются, что потери в предпринимательском сообществе будут минимальные. Алтайские федеральные эксперты в один голос говорят, главное, чтобы сложная мировая обстановка не отбила у молодых людей желание воплощать свои выдающиеся бизнес-планы в жизнь. Как раз подобные форумы и дают новые силы и желание идти вперед. Валентина Аскерова, Анастасия Бертенева. День с толком.